Девушкам из Бурятии, пострадавшим от расисток, обещали помочь. Напомню, на днях в Москве две местные жительницы оскорбили уроженок Бурятии. На эту ситуацию отреагировал глава полпредства Бурятии Игорь Зураев. Он связался с участницами конфликта и их родственниками. Девушкам окажут необходимую юридическую помощь. Мы созвонились, обсудили ситуацию и варианты решения проблемы. Основное, что нас беспокоит, это то, что девушки постоянно проживают в этом подъезде. И наша задача решить конфликт максимально корректно и без повторения подобного. Мы сейчас будем отрабатывать с юристом с привлечением участкового и разрешим этот инцидент. В Улан-Удэ пьяный водитель совершил ДТП во время погони. Накануне в дежурную часть ГИБДД позвонила девушка и сообщила, что по улице Блинова движется автомобиль Хонда, водитель которого, возможно, пьян. Через четыре минуты наряд ДПС заметил эту машину на проспекте автомобилистов. Водитель врезался в Рено Логан прямо перед госавтоинспекторами. При попытке задержать автомобиль водитель Хонды совершил столкновение с остановившимся перед пешеходным переходом автомобилем Рено Логан. Рено отбросило на трамвайные пути. За рулем Хонды находился 71-летний дедушка. На него оформили административку. В результате ДТП в больницу для осмотра доставили беременную девушку – пассажирку Рено Логана. Глава Курумканского района Бурятии Владислав Сультимов может вскоре покинуть свою должность. Он решил написать заявление об уходе по собственному желанию. Причиной такого решения якобы стала неудовлетворительная оценка его работы со стороны депутатов райсовета. По информации infpol.ru Сультимов уже обсудил свое добровольное увольнение с главой Республики Бурятия Алексеем Циденовым. Жителю Лануде взыскал с ТГК-14 компенсацию в 15 миллионов рублей. На суде мужчина заявил, что пострадал от некачественного исполнения своих обязанностей со стороны тепломонополиста. В 2019 году в нежилое помещение, собственником которого он является, начала поступать вода. Она затапливала подвальную часть. Затапливались также шесть частных домов, находившихся неподалеку. Один из жильцов этих домов налогично высказал претензий к ТГК-14 и подал иск в суд. В ходе разбирательства рассмотрение двух исков объединили в один процесс. Основой для вынесения судебного вердикта стали результаты судебной строительно-технической экспертизы. Нет доказательств, свидетельствующих об иных авариях на инженерно-технических коммуникациях в районе нахождения жилых и нежилых помещений стороны ИСЦА. Ссылка представителя-ответчика о том, что вода могла прийти в результате деятельности третьих лиц, безосновательна. В итоге в пользу горожанина с ТГК-14 взыскан ущерб на сумму 15 миллионов рублей за откачку воды и за исследование на предмет пригодности помещения к эксплуатации. Мужчина, у которого затопило гараж, также добился взыскания ущерба. Библиотекам в Бурятии разрешили работать с заполняемостью до 75%. Соответствующий указ подписал Алексей Циденов. Пославление также касается и работы читальных залов регионального госархива. Вдобавок, указ позволяет проводить групповые экскурсии с количеством не более 15 человек, а также мероприятия с одновременным присутствием не более 50% посетителей от общей вместимости места их проведения. Напомним, в апреле оперштаб Бурятии по коронавирусу разрешил работать с загрузкой до 75% местным театрам, кинотеатрам, концертным площадкам и детским лагерям. В Улан-Удэ открылся второй блок торгово-развлекательного центра «Форум». Теперь, чтобы закупаться в Бершке или Бифри, горожанам не придется ездить в Иркутск. Общая площадь обновленного здания увеличилась более чем в два раза. Меня, конечно, радуют две очень большие вещи и нужные вещи. Во-первых, это, вот мы сейчас переговорили, создание почти 600 рабочих мест. Это возможность работать и получать заработок. И во-вторых, конечно, с открытием новых торговых площадей, это создание парковочных мест. В обновленном торговом центре впервые в Бурятии открылись бренды «Бершка», «Бифри», «Зарина», «Тиранова». Также здесь появится новый современный кинотеатр-кинофорум с пятью кинозалами, интерактивной зоной и зоной каворкинга.